Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По ходу дела, когда мы будем рассказывать, как и зачем мы у себя внутри это используем, станет понятно, что Spring Boot это достаточно простая штука и стоит ее в своей жизни использовать и даже стоит создавать какие-то свои стартеры на основе Spring Boot. Как говорил Артур Кларк, магия это на самом деле наука, которая еще не изучена. И поэтому мы будем изучать как раз эту магию Spring Boot и попытаемся понять вообще принципы экосистемы вот этих стартеров, которые Spring Boot активно продвигает. Ну и попробуем понять вообще прикладной смысл всего этого в отношении ваших приложений, вашей экосистемы. А тут вообще кто-нибудь Spring Boot использует у себя в компании при разработке? О, ну хорошо. А Spring Cloud? Заметил только та половина зала. Да-да-да, почему-то все разделились. Но ничего, с каждым годом все больше и больше. Ну да. Ну как говорили уже, Spring на самом деле уже не магия. Спасибо Жене Борисову, спасибо Кириллу. Множество тренинга, множество докладов уже там все развеяли, там вроде как все внутри понимают, как все работает. Spring уже никого не напрягает. Но вот Spring Boot все еще некоторых людей напрягает, все еще уходят слухи про то, что это какая-то чертовая магия, черт пойми, как все это работает. И когда мы на собеседованиях спрашивали каких-то людей, которые к нам приходят работать, когда это было несколько лет назад, году в 2014-2015, что же такое Spring Boot? Нам говорили, ну это какой-то джарник, у которого там внутри там кат. Прошло несколько лет, система Spring Boot разрослась, все стало лучше, и теперь кандидаты говорят, что это на самом деле не просто джарник с там катом внутри, но это какая-то хрень, которая позволяет некрасиво строить. То есть это уже какой-то конструктор, какая-то подготовленная штука. Ну, понятное дело, множество анноташек развесило, короче, все заработало, новичкам нравится, но до тех пор, пока не приходит так называемая Spring Boot инквизиция. В лице вашего техлида или еще кого-то подобного, который смотрит на все эти аннотации и говорит, что, блин, это какая-то лажа, он все слишком самостоятельно, ты вообще знаешь, как это работает, ты вообще знаешь сайд-эффекты, которые принесли твои аннотации. Ты развесил 25 аннотаций, ты сделал то, что ты должен был сделать, но знаешь ли ты, что ты сделал еще к этому? И вы смотрите на свой контекст, и тут бах, 436 бинов, которые непонятно, что делают. Вот это на самом деле простейшее веб-приложение, в котором, в принципе, ничего особого нет, но уже 436 бинов. И вот как бы наверняка никто не знает, что они все делают, да, даже я не знаю, что они все делают, потому что тупо, ну это не зачем знать, наверное. Тем не менее, иногда возникает вопрос, что же это за магия и что они могут концептуально сделать. Ведь когда у нас что-то идет не так, мы начинаем разбираться, что там случилось. И не всегда в этот момент у вас хватает времени на то, чтобы разобраться достаточно глубоко. Вы начинаете грешить на совершенно разные места, иногда действовать как-то спонтанно, ну что-нибудь отрубили, что-нибудь выкинули. Или кто на Spring Boot IO, когда делал, точнее, на старт Spring Boot IO, когда в шаблонизаторе делал себе project, просто понатыкивал галочки везде. Ну такие люди есть, да, вот я знаю даже вполне себе, скажем так, заслуженных классных тренеров и спикеров, которые говорят, что ну ладно, я натыкал, да. Например, Коля любит натыкать все галочки, а потом говорит, а оно работает. И в итоге это уже не 436 бинов, а там, я не знаю, 5000, например. Ну мы еще к этому вернемся в конце. Ну для того, чтобы вообще с этим разобраться, давайте немного залезем в код Spring Boot. Там на самом деле все очень просто. Вот вы у себя в приложении используете аннотажку Spring Boot Application. Вешаете на свой какой-то главный класс, у вас поднимается Spring Boot приложение, как там внутри все работает. На самом деле внутри этой аннотажки есть другая аннотация Enable Auto Configuration. То есть этот толстячок, он за собой приятеля какого-то подтягивает. Внутри этой аннотации есть еще одна завязка на класс Import Selector. То есть еще один приятель. И внутри Import Selector у нас есть уже использование класса Spring Factory Slaughter. Что он делает? Он берет файлик Spring Factories. В принципе можно пример этого файлика найти в модуле Spring Boot Auto Configuration. И в этом файлике прописано множество-множство автоконфигураций. Ну вот в спринговом, например, модуле там порядка 130 строчек. Причем там строчки на все случаи жизни. Hazelcast, Mongo, вот все-все-все, чего в принципе в вашем приложении даже и нет. На самом деле даже больше. То есть мы когда делали эти слайды, время прошло, там уже гораздо больше различных автоконфигураций. То есть со временем их количество еще и растет. Ну да. Ну и в итоге получается, что этот парень за собой целую шайку своих друзей тянет из автоконфигураций. И в итоге в тот момент, когда ваше приложение стартует, у вас внутри вот такая толпа. Наверное. Но на самом деле нет. Потому что на входе стоит Face Control. Это аннотации Conditional On. Их там достаточно большое количество. Conditional On Class, Conditional On Bean, Conditional On Expression. В принципе, если вы доклад на Джокере Кирилла и Жени смотрели, то там ребята даже показывали, как свою такую аннотацию написать и наворотить туда какую угодно логику, вплоть до того, что если это Windows, то это Production. Ну, например. Ну, то есть на входе работают вот эти Conditional Annotation, которые не пропускают лишние автоконфигурации в контекст вашего приложения. Но так устроен, скажем так, модуль автоконфигурации самого Spring Boot в том большом каком-то модуле. А как вообще выглядят небольшие какие-то стартеры, которые, в принципе, вы даже на GitHub можете найти, которые пишут какие-то самостоятельные разработчики? Ну, или какие-то небольшие стартеры, которые тот же самый Spring выпускают? Для каких-то конкретных технологий обычно выпускают стартеры. Вот мы на самом деле привели на скриншоте пример какого-то нашего стартера, который даже не называется по конвеншену, но тем не менее. У него есть всегда два модуля автоконфигура и стартер. Это то, что декларируется в документации самого Spring Boot, а это не что-то новое. То есть мы просто следуем определенным конвеншенам, ну, кроме имени, да, и делаем наш стартер. Каждый так делает, но при этом, как показано на предыдущих слайдах, сам Spring эти конвеншены люто нарушает. И мы сегодня постараемся тоже разобраться, зачем же он так хитро делаем. Ну, окей, вот эти два сабмодуля, получается, есть в любом проекте стартера. И если заглянуть в сабмодуль автоконфигур, то там лежат обычно какие-то классы с логикой этого стартера. То есть то, что он делает. И там же лежит класс, который является автоконфигурацией этого стартера. Выглядит он примерно так. То есть это обычная спринговая конфигурация, которая создает какие-то бины, которые этому стартеру необходимы для инициализации. И на ней, как я уже говорил, на этом классе навешана аннотажка conditional on, которая определяет, в каких случаях эта автоконфигурация должна отрабатывать. То есть если у вас какие-то пропертии объявлены, либо у вас там какая-нибудь аннотация где-то в проекте стоит, либо элементарно классы в контексте есть. То есть какой смысл поднимать, например, стартер, который работает со Spring Cloud, если у вас в контексте нет бинов от Spring Cloud, либо у вас, например, нет в классе классов от Spring Cloud. То есть вот такой какой-то простой классик. Там какая-то логика описана, но что есть во втором модуле? Во втором модуле вообще ничего нет практически. То есть там лежит всего лишь один единственный файлик, который называется Spring Factories. И внутри этого файлика, как мы раньше показывали на предыдущих слайдах, как в автоконфигурации самого Spring, там прописаны ссылки на автоконфигурацию этого стартера. На самом деле даже не только на автоконфигурации, практически на какие-то любые бины, которые вы хотите, чтобы они создавались в определенный момент поднятия контекста. Ну, по ходу дела дальше мы разберемся, что в какой момент происходит. Но главное, что вот этот файлик является входной точкой в ваш стартер. То есть с этого файлика все начинается. То есть мы помним в самом начале Spring Factory Loader класс, который на самом деле загружает все классы, которые стоят напротив определенной аннотации. У нас сверху сейчас написано Enable Autoconfiguration. И любой класс, который поставлен напротив строчки Spring Framework Autoconfiguration будет загружен с помощью этой фабрики. Если мы делаем loadFactories и указываем ему класс Enable Autoconfiguration. Во всех джарниках указаны вот эти Spring Factories. Через ресурсы в Java мы легко получаем список этих файлов. Через эти файлы мы легко получаем список классов напротив строчки Enable Autoconfiguration. и радостно начинаем их грузить. Это та работа, которую делает за вас Spring. Это то, что является механизмом расширения самого Spring Boot. То есть это Spring, стартеры во всей своей красе. И в итоге получается вся магия Spring Boot All Starter состоит в трех простых пунктах. Это Enable Autoconfiguration, Conditional On и Spring Factories. Три простых пункта, вроде как все понятно, никакой супермагии там нет. Если хочется чуть подробнее узнать, как это работает, опять же, есть другие доклады, потому что тот же Conditional On довольно сложная штука. Там используется и Asom для того, чтобы не выкидывать эксепшены, если этих классов нет. То есть если мы написали Conditional On на классе, которого нет в рантайме, чтобы не получить класс DeathNotFound, там делается определенная магия. То есть все-таки кусочки какой-то магии есть, но вот эти кирпичики, они вполне себе понятны. Вот эти три кирпичика. Ну для старта, по крайней мере, это достаточно. Ну и понятно, что люди, которые все это услышали, загорелись желанием, поняли, что все не так уж и сложно, поняли вроде как, что Spring Boot никаких лишних бинов он не грузит, поэтому вроде как все не так страшно. И в этот момент все радостно кинулись писать свои стартеры. Но к вам опять же приходит ваш техлит и говорит, а зачем ты пишешь свой стартер? Неужели тебе не хватало тех, что есть уже великое множество под всякие возможные кейсы? Зачем писать свое? И на этот вопрос тоже нужно себе отвечать. Мы на этот вопрос тоже пытались отвечать в какой-то момент. И поняли, что наш обычный сервис состоит из нескольких компонентов. То есть это обычные API сервисы, в которых есть какие-то клиенты, которые, например, сервизуют JSON или как клиенты используют для дестерилизации SOAP-конверты, им нужно распаковывать и так далее. Плюс ко всему есть обвязка для того, чтобы сами сервисы могли общаться с друг другом. То есть это Spring Cloud со всеми потрохами. То есть всякие Discovery сервисы, Config сервисы, Spring Cloud Stream, не дай бог, и так далее. Плюс различные вещи для того, чтобы поддерживать работоспособность этого сервиса в продакшне. То есть это продакшн на риде фичи типа метрик, логов, хелс-чеков, которые нужны оркестратору и прочим компонентам и так далее. Я уж не буду разбирать остальные. Понятно, что еще много пунктов, но вот это основные. Итак, когда мы смотрим код сервиса, в котором есть все вот это, потому что, все помнят, 12-factor application, в котором есть 12 пунктов, которые должно выполнять приложение, которое уважает себя условно. И когда мы смотрим на эти приложения, которые выполняют все эти 12 пунктов, мы видим разный код, который выполняет каждый пункт. Это много кода. И кажется, что реально кода, который относится к этому сервису, то есть в нашем случае это сервис, который делает P2P транзакции, например. То есть реально кода, который делает P2P транзакцию, очень мало. А все остальное – это код, который делает какие-нибудь метрики, экспортирует состояние, анализирует какой-нибудь RPC-стаб для соуп-сервиса и так далее. Вот я что-то соуп-сервис, соуп-соуп говорю, а кто помнит, что такое соуп вообще? Кто с ним работал? Отлично. Много, кстати. Вот в Питере было гораздо меньше людей. В Питере уже это позабытая технология, можно так сказать. Но тем не менее она у нас есть, и мы понимаем, что нашим сервисам, наверное, стоило бы похудеть. Похудеть, причем солидно, потому что, опять напоминаю, у нас красненьким выделено то, что относится к логике нашего сервиса. Он называется, например, Transactions API. И вот все, что Transactions API – это вот оно. Все, что картманы, вот эти толстые чувачки – это что-то лишнее. Поэтому нужно подумать, как вообще это отрезать от нашего сервиса, потому что кажется, что все либо везде одинаковое, либо это просто лишнее. Ну, в этот момент на самом деле сервис возмущается, говорит, что он не толстый. На самом деле я просто тяжелый, или там кость широкая. Давайте разбираться, что из него можно выкидывать, что можно вырезать, а где его заставлять ходить самостоятельно. Пойдем разбираться вот в таком небольшом кусочке, который в наш сервис подмешался. За что отвечает эта штука? Это вот в увеличенном размере, она примерно так. Она отвечает у нас за кусочек сервис Discovery. Так, давайте долистаю до сюда. Те люди, которые со Spring Cloud не работали. Так, давайте так. Кто не слышал, кто не работал, кто не слышал про Spring Cloud вообще? Кто не знает, что такое Spring Cloud? А, ну вообще отлично. Тогда начнем с вот этого слайда. Ну окей, у нас используется Spring Cloud. То есть у нас есть какой-то сервис Discovery, и наш сервис хочет… Пусть, 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 там были люди, которые не знают. Да ладно, у меня зрение плохое, видимо. Да, мы с тебе видим плохое зрение. Парочка людей было, но их действительно меньшинство, что радует. Так вот, Spring Cloud это тоже как Spring Boot, да, только набор стартеров для того, чтобы обеспечивать какое-то межсервисное взаимодействие, предоставляя различные сервисы. Например, там есть реализация паттерна Service Registry, да, это как бы тула, в основном там какая-то опишка, в которую ходят наши сервисы, регистрируются в ней, а другие сервисы могут ходить в нее и спрашивать, кто же в ней зарегистрировался, и она будет им отдавать всех, кто в ней зарегистрировался. То есть это такой сервис для предоставления сервиса другим сервисам. Ну, короче, вот такая вот. Ну, то есть это, по сути, та штука, которая нужна, если вы свои сервисы стартуете на случайных адресах, случайных портах. Ну, это, понятно, нужно при каком-то динамическом масштабировании, когда у вас система может менять там свою какую-то топологию. Ну, вот эта штука нужна просто, чтобы одни сервисы находили другие. Это вот одна часть Spring Cloud, которую мы в основном активно используем, и там есть реализации как клиентов для этой штуки, так и сервера в виде Эверика. Эверика сервер – это наш сервис регистрирует, мы сегодня тоже его будем упоминать. Ну, окей, вроде, как все поняли, что такое сервис Discovery. Итак, наш сервис общается с каким-то другим сервисом, он от него там что-нибудь получает, например, деньги с него стрижет каким-нибудь образом, и все нормально работает, все нормально исполняется. Используем мы где-то внутри в коде для межсервисного общения Faint Client, который выглядит достаточно просто, то есть, как всегда в Spring развесил пару анаташек, сказал, что другой сервис называется, например, cards.api, запрос в него выглядит примерно так, через request mapping описали, все заработало. Все просто понятно. Но в какой-то момент у нас, допустим, в системе появляется какой-то другой сервис, который является, по сути, первоначальным, только, например, с версией API 2.0, то есть, с какой-то версией API, которая, ну, обратно несовместима с первой. И наш бедный сервис уже не может с ним нормально общаться, он от этого страдает, начинает в какой-то момент все ломаться. Что мы хотим сделать? Так как у нас сервисы в момент поднятия регистрируются в каком-то сервис-регистрии, и отправляют туда о себе какую-то информацию, благо, например, та же самая Avrica, которая в Spring Cloud работает, она позволяет какой-то абстрактный набор полей туда докинуть в виде мета-информации, по которым можно эти сервисы как-то отличать между собой. То есть, я как сервис Cards API, который был в нашем клиенте, вот здесь вот, иду в Avrica, в сервис-регистрии, и говорю, что меня зовут Cards API, я нахожусь на таком-то хосте, на таком-то порту, зарегистрирую меня, плюс к этому у меня есть набор каких-то мета-данных. Например, версия. Я сервис Cards API, версия 1.0. И это мета-данные, которые потом можно будет использовать. И нам это сейчас понадобится. Ну да, и, соответственно, наш сервис, он когда сам регистрируется, он получает на выход список вот этой мета-информации о других сервисах, и дальше он может ей как-то оперировать. Ну, мы вот написали такой какой-то адовый фильтр, где вот этот класс, от которого мы наследуемся, это, собственно, кусочек Spring Cloud. И внутри этого фильтра мы получаем список инстансов определенного сервиса, и дальше мы его как-то отфильтровываем по той самой мета-информации, которая попала, например, в ту же самую Эврику. Приходит новый человек в сервис, ожидает ему видеть бизнес-логику, а видит вот такое там месиво из Spring Cloud, которое он там вообще не ожидал увидеть, тем более, что, например, до этого он с Spring Cloud не работал либо вообще, либо работал, но внутрь никогда не лез. Поэтому для него вот эти классы – это что-то новое. Ну, и задает логичный вопрос. И в этот момент нам становится понятно, что в нашем сервисе есть что-то инородное, чего там быть не должно. Поэтому прежде чем этот сервис вообще начать худеть, надо это инородное из него выкинуть. Да, отличная идея. Надо перенести все это в библиотеки. Ну, как говорится, нельзя просто так взять и перенести. И к этому есть определенные предпосылки. Помните, я говорил вам про версии, что наш сервис идет и регистрируется, и говорит, какой он версии. Так вот, для того, чтобы фильтровать в том шматке кода, который мы вам показывали на предыдущих слайдах, вот здесь вот, нам нужно знать, какой же сервис версии. Вот это мета-инфо, и мы там фильтруем по каким-то пропертям. Ну, нам надо знать еще, какую версию наш сервис поддерживает стороннего сервиса. Все так. Для этого нам нужно в каждом сервисе еще и указать не только, какой он версии, но и какие версии соседних сервисов, которые он использует, ему нужны. То есть, если сервис Cards API использует какой-то там еще сервис, например, Transactions API, и хочет, чтобы Transactions API к нему прилетали не все, а именно версии 2.0, а не 1.0. Он не хочет старую, а хочет только новую, что вполне логично. Но в каких-то ситуациях нужно наоборот, когда мы, например, не смогли вместе сохранить backward compatibility. Тогда мы указываем, вот здесь вот внизу указываем, какой сервис... Ой, что-то там вылезло. Ты перевеснил, что-то дайте. А, вот. Тут внизу мы указываем, какую версию сервисов мы хотим получать. То есть, мы фильтруем сервисы по версии 2.0. И вверху, где мета-датамап, говорим, что мы сами версии 1.0. И мы что получаем? Мы регистрируемся в сервис-регистри с версии 1.0. И при этом, когда мы запрашиваем другие сервисы, нам выдаются только сервисы версии 2.0. С помощью того фильтра, который был на предыдущих слайдах. С помощью вот этой мета-информации. Но тут есть нюанс. Вот фильтр, версия и так далее, это хорошо. Но как людям вообще объяснять весь вот этот шматок УМЛ-а, плюс некоторые вообще не любят УМЛ, начинают писать это в property файлах. В property файлах там получается еще хуже. Ну, короче, к добру это не ведет, потому что проверять это сложно. Сервисы у вас получатся в любом случае. Ошибку вы словите только тогда, когда будет вызов на сервис неправильной версии. Это плохо. Хочется знать гораздо раньше. Поэтому хочется видеть, что такое. Это уже такой некоторый DSL, который можно проверить на старте приложения. Что все указано и все правильно. Для этого эти property нужно указать в нашем приложении. И вот именно тут зарыта как бы свинья, потому что это обычно делается с помощью environment-постпроцессора. Это еще один такой класс Spring, даже не совсем Spring Boot, который отвечает за то, чтобы перемолоть все те источники property, которые у него есть в начале, а их там 17 штук различных, в то, что вы потом используете в своем приложении. То есть, если вы в приложении, например, пишете value, да, Spring, доллар, там, фигурная скобочка, Spring, APPName, да, и вам проинжектится APPName. Это APPName может быть взято из environment-переменных, из опции старта с командной строки, и, соответственно, из JSON-а, перешедшего на старт. И, короче, из property-файлов рядом, из property-файлов внутри джарника и так далее. Все это должно быть смержено в каком-то определенном порядке, преобразованном в одну мапу, из которой вы потом эти property будете брать, да, как из environment. Примерно так же, как работает system property, джавовский, только более круто, Spring Boot-овский. Ну и, на самом деле, хорошо бы в этот момент еще и провалидировать все эти property, что они указаны, чтобы последний момент на продакшене не обнаружить. Несомненно. Чтобы убрать некоторую динамичность в этом конфиге, мы их тоже должны провалидировать. И тут все начинает разрывать, потому что этот environment-постпроцессор имеет свой жизненный цикл, да, он часть инфраструктуры Spring-а. Наши же классы, которые писали мы, тоже как-то вмерживаются в этот цикл, и они делают это на разных этапах. То есть то, когда работает environment-постпроцессор, и то, когда создаются наши бины, это разные моменты времени. И к нашим бинам уже нужны эти property, отвалидированные, соответственно, смапленные, ну и так далее. Поэтому environment-постпроцессор должен отработать гораздо раньше, чем все остальное. Причем даже раньше, чем... Кто Spring-Gripper вообще видел? Так, ну, видели люди. Окей, тоже немного. В общем, он должен отработать даже раньше, чем инфраструктура, инфраструктурные различные классы самого Spring-а. Всякие пин-постпроцессоры и прочее, прочее, прочее. То есть там еще меньше возможностей для того, чтобы внедриться. Но Spring-Boot дает вам возможность внедриться даже в изменение этих пропертей. Ну, то есть если смотреть на весь таймлайн в целом, то отработать он должен где-то на вот этом этапе. Если мы этот environment-постпроцессор каким-нибудь образом создаем внутри своего приложения, то этот бин будет создан уже после этого этапа. То есть тот environment-постпроцессор, который мы создаем локально, будет создан слишком поздно для того, чтобы каким-то образом повлиять на наш environment перед поднятием контекста. Получается, вся конструкция не работает. Потому что пользовательские бины создаются слишком поздно. Да, это как ситуация, в которой вам нужно указать, куда коннектиться к базе данных и только потом коннектиться к базе данных. То есть есть пропертя, куда коннектиться, есть бин, там, data source, и как бы они взаимосвязаны. Причем прямо, понятно, что сначала нужно распарсить пропертю, причем есть некоторые уровни переопределения, как я говорил, и только потом мы можем подконнектиться к правильной базе данных. Поэтому вся вот эта конструкция начинает работать только в том случае, если вы вот эту логику, которую мы показывали, будете выносить в стартер, если оно будет загружаться через Spring Factory Loader, а не будет создаваться как бин обычный на уровне вашей джавовой конфигурации. И это самое главное отличие стартера от просто библиотеки. То есть мы можем любую библиотеку, как, наверное, в каждой компании есть CommonLips. Вот у вас есть CommonLips, вы его везде делаете, там, include, там, в Maven, это dependency, да, там, в Gradle по-другому, ну, не суть важно. Вы его делаете, он работает. Вот стартер, в принципе, с ним можно сделать так же, но он умнее, он учитывает лайфсайкл вашего приложения. И именно этот лайфсайкл позволяет вам учитывать различные особенности старта приложения. Обычной библиотекой вы это никак не сделаете, разве что какие-нибудь с отложенными инициализациями полей, что обычно грозит огромным геморроем, если туда кто-то внедрился и поломал эту вези-инициализацию, и все пошло прах. Ну, поэтому давайте сделаем выводы по этой части. Первый вот, живешь со Spring, живи по правилам Spring. То есть не надо пытаться обмануть инфраструктуру Spring Boot и пытаться все это впихнуть в свое приложение. Типа, зачем я буду выносить это в стартер? Стартеры магия, я сконфигурирую у себя все внутри. Работать не будет, слишком поздно создается. Ну и любая доработка, любая кастомизация механизма Spring, она просто вынуждает вас выносить это в стартеры, иначе ничего работать не будет. Ну, давайте посмотрим на наш код. Кажется, у нас осталось все еще слишком много лишнего. Наш сервис все еще толстый, и поэтому надо сделать следующий шаг по худанию. Следующий шаг по худанию – это вот эти замечательные классы. Тут все знакомые с SOAP, и вот так выглядят стабы для SOAP-сервисов в нашей компании. Ну, в принципе, ничего удивительного, но их довольно много, и этот код мы, к сожалению, вынуждены править, потому что это legacy-сервисы, и не всегда в этих выездельках все хорошо, конечные стабы немножко подправляются. Тут, там и здесь есть определенные правила. И возникает вопрос, соответственно, как потом все это получать в нашем приложении, как я с помощью этого стаба должен ходить к реальному сервису. Есть определенная дефиниция нашего SOAP-сервиса, как обычно, с помощью каких-то тулов, например, vs.delta.java, мы получаем некоторый Java стаб. Вот мы его только что видели, мы его получили. Теперь наша задача его сконфигурировать так, чтобы в нашем привычном Inversion of Contour контейнере появились какие-то бины, для того, чтобы вызвать их и обратиться к сервису. При этом эти бины должны быть уже настроены, настроены на нужный endpoint, где находится этот сервис, на нужный путь, ну и так далее. С нужными параметрами логирования, интерцепторов, там, тыры-пыры, в общем, обычно много условий. И только после этого мы можем их проинжектить и вызвать. Окей, затем понятно. Так вот, у нас для первых двух шагов используется Apache 6.xf, и для второго шага, понятное дело, используется Spring, то есть они как бы связываются за счет того, что какие-то бины генерируются из стаба. Apache 6.xf генерирует ThreadSafe. Клиенты, благодаря которым, в принципе, можно не беспокоиться о жизненном цикле самих бинов. Но обычно это вытекает в некоторую рутину. Первая рутина это в том, что нам каждый раз нужно все это дело генировать, и мы не можем это переиспользовать. Особенно не можем как-то трансформировать то, что у нас вышло в SDL, в какую-то доменную модель. То есть разработчики порой пишут, но не распространяют. Поэтому люди стали их писать, упаковывать в определенные стабы и загружать в артефекторе ваш любимый бинарный репозиторий, который у вас есть в вашей компании. И тогда все проекты, все команды начинают переиспользовать одни и те же стабы, как-то развивать их. Например, вот так. То есть этот код переходит в создание, просто в подключение одной библиотеки. Следующий шаг. Нам нужно все это настроить. У Apache 6.xf есть расширение для спринга. И вот так долгое время выглядели наши XML с настройкой всех этих стабов. То есть вот тут есть определенное количество порт-тайпов, с помощью которого мы можем вызвать наш сервис. А вот тут их декларация. Мы подключили несколько стабов, сконфигурировали, кто куда идет. И вот это все, это как бы повторы. То есть это очевидные настройки, которые разработчику нужно делать по доке. А что мы знаем про разработчиков? Кто любит читать доки-то? Никто не поднял руку. Никто не любит читать доки. Более того, библиотека, которой нужно читать доки, чем меньше я прочту доки, тем она лучше обычно. Обычно какую-нибудь пропертью на самом деле можно вынести в environment, и разработчик о ней даже знать не будет. Итого, что у нас выходит? У нас есть много сервисов. На самом деле больше сотни. И в каждом есть этот VSXML, которым содержит довольно много сервисов. Вот тут, для примера, их четыре, да, четыре клиента в JaxxVS. Но в реальности их бывает очень много. Этот XML каждый раз пишется, копипастится, делаются ошибки. И более того, копипастят его вместе со старыми сервисами. Ну вдруг пригодится. А JaxxVS радостно идет и проверяет, есть ли там VSDL-ка, валидирует ее. Каждый раз при старте тратит время. И в итоге при старте приложения у вас тратится время только на то, чтобы фреймворк сходил и провалидировал, есть ли там действительно SOAP-сервис, есть ли у него VSDL-ка, правильна ли она, и начал инициализировать для него клиента. Ну и плюс еще это, кстати, XML-конфигурация. А кто, кстати, использует до сих пор XML-конфигурацию Spring? Ну, так, не так уж и много. Тут просто проблема еще в том, что мы-то используем джавовые конфигурации Spring, а у нас получается есть и джавовая конфигурация Spring, и есть еще какая-то XML-конфигурация Spring. То есть у нас в одном модуле вообще получается адовая мешанина из различных конфигураций. Даже если опустить кейсы, в которых из-за этой мешанины что-то разрывает в различных библиотеках, то все равно неприятно. Люди… Давайте так, вот из тех, кто поднял руки, кто использует XML-конфигурации, кому нравится XML-конфигурация. Так, раз, два, раз, два, три. Да, ну хорошо. Вот трем человекам нравится XML-конфигурация. Ну, поедем дальше. Большинству людей, как я сказал, не нравится XML-конфигурация. Мы хотели тоже от них избавиться, чтобы это было более предиктивно. Более того, мы хотели сделать так, чтобы и Java-конфигурации-то не было. То есть для тех людей, кто любит XML, в принципе, все тоже хорошо. Нет XML-а, нет проблем. И для тех людей, кто любит XML, но не любит Java-конфигурации, тоже все хорошо. Java-конфигурации же тоже нет. Правильно? Ну, еще неправильно. Мы еще не дошли. Ну, да, да, черт, ладно. В итоге, представим путь обычного разработчика, который хочет вызвать Legacy-сервис у нас. То есть это соап-сервис, для которого нужно сгенерировать вот тот стаб, да, помним. Делаем зависимость, публикуем, все пользуются. Второе. Настроить вот этот несчастный VSXML, прописать в нем все правильно, да, и прописать в рантайме у себя вот одну пропертью, чтобы правильно коннектиться к балансировщику, к этим соап-сервисам. Три шага, да. И как это обычно делается? Ну, как я и говорил, приходит капитан копипаст, и все копипастит, короче. Да, не важно, что там было, просто вот у Васьки был сервис, я скопипастил все у Васьки, и все хорошо. Но не важно, что сделал у Васька. Но все сервисы Васьки переехали сюда. И так оно, короче, к копам раскручивается, 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 и все больше и больше сервисов копипастится. Но разработчикам нужен сервис, да, им не нужен ни XML, ни Java, им нужен сервис. Вот как это может выглядеть? Да, вот наше типичное Spring Boot приложение стартует, оно стартует, такой, оп, нашло сервис. Такой Вась, аккаунт, клик, пеймент, бла-бла-бла. Ну, короче, какой-то сервис, да, это вот, собственно, заглушка, которая была сгенерирована Apache CXF. И она говорит, а я не нашла для нее конфигурации, мужик. Как бы, давай-ка ты мне ее добавишь, и падает. То есть это fail fast. Мы решили, что fail fast это the best, потому что те люди, которые жили вместе, дружили с капитаном копипастом, они накопипастили такое количество, такое количество XML-ов, в которых было много различных клиентских сервисов, клиентов для субсервисов, что оно начало долго стартовать. И тут мы их вынудили. Либо ты вбиваешь конфиги, и ты реально знаешь, что этот сервис у тебя используется, либо ты избавляешься от зависимости в виде стаба, она как бы уходит и не делает твое приложение жирнее. Мы же сейчас про похудание говорим, поэтому это вроде хорошая идея. И самое главное, что все, что нужно сделать человеку, это нужно скопировать вот это и подставить правильный URL. То есть ему не нужно указывать класс, ему не нужно ничего делать. Он просто копирует и подставляет правильный endpoint, но уж, к сожалению, мы узнать за человеком не можем. Хотя люди все равно не задумываясь, упорно берут и даже то, что им не нужно, все равно конфигурируют каким-то образом. Но это тоже решится по ходу дела. Мы про это расскажем. Итак, как вообще все это работает? Ну, если задуматься, как нам самим без вот такого максимального контекста каким-то образом сконфигурировать бины для вот этих суапных стабов. Ну, те из вас, кто с суапом сталкивается, наверное, знаете, что те классы, которые он генерирует, они обычно проанонтированы Наташкой веб-сервисе. Ну и она, в общем-то, сохраняется, поэтому у нас есть возможность просканировать наш класс пасс и просто найти все классы, которые этой Наташке помечены. Дальше, соответственно, мы можем все это найти и мы можем каким-то образом сконфигурировать наш контекст, то есть мы можем создать бин-дефинишн для вот этих суапных классов, подружить это все с бин-фактори и самим начать все это создавать, ну, естественно, пользуясь patch.exe. А кто знает, что такое бин-дефинишн в спринге? Ну, большинство знает, значит, и бин-фактори тоже знают, но кто-то все-таки не знает. В общем, Максим говорил про то, что суть просто в том, чтобы в класс пассе, он у нас такой, флэт класс пасс, найти все классы, у которых проаннотирован веб-сервис. И из них сделать декларацию каких-то бинов, чтобы спринг потом просто взял и за нас создал этот класс. Все просто, да? Как бы концепция такая. И, в общем-то, это и легло в основу концепции нашего стартера, который превратил просто какие-то классы в класс пассе, которые мы нашли, скажем так, даже с помощью стандартных механизмов спринга. Ну, о них здесь мы не будем упоминать, но не суть. Это, в общем-то, стандартные механизмы, с помощью которых мы нашли эти классы, сделали из них декларацию, и спринг за нас создал радостно эти бины, да? Настроив те самые Apache.exe.exe в клиенты. Мы больше не делаем их руками, и спринг делает это за нас. С помощью кого? С помощью стартера. С помощью стартера, который нам, если не нашел какую-то пропертю, выдает вот такое радостное сообщение, сообщение счастья, люди берут, вбивают эти настройки, и все начинает работать. При этом это может сделать даже не разработчик, а тот, кто просто увидел вот это сообщение в конфигах, да? Он знает, куда вбить это и как с этим жить. Ну, EPP у тебя тут вроде в коде не было, поэтому кажется, что в этом случае это можно было бы вынести просто в отдельную библиотеку и все обработало. Но на самом деле, если это вынести просто в отдельную библиотеку, то в вашем сервисе останется примерно вот такая простыня из конфигурации всей этой мешанины, которая занимается созданием бинов для CXF. Вы, наверное, тоже здесь ничего не разглядели, поэтому поближе. Там на самом деле просто набор определенного количества бинов, которые и есть в том самом Apache CXF-Spring, расширение, которое занимается тем, что переводит какие-то настройки ваши в бины с помощью библиотек Apache CXF. Итак, но вопрос один. Как потом нам все это дело загрузить в наше приложение? Можно поставить компаниент скэн из этой библиотеки все время загружать через компаниент скэн. Кто юзает компаниент скэн на какой-нибудь пэкэдж? Отлично. Мне больше всего нравится компаниент скэн на ру. Всегда найдет все. А кто так же, как он на ру вешал когда-нибудь? Не знаю, а на ком? Отлично. Это тоже на самом деле часто приводит к не самым предиктивным результатам, потому что хорошо, если ничего не разрывает. Но вот в Apache CXF есть баги, которые приводят к тому, что все вообще падает. в лучшем случае. В худшем случае просто неправильно работает и вы это замечаете уже позже. Но это на самом деле bad practice даже не потому, что что-то падает, не потому, что это как-то некрасиво, а просто потому, что нам необходимо знать, что же это за библиотека и как она работает, хотя бы в какой пэкэдж сканировать. А что это значит? Это значит, нам нужно делать то, что мы не любим делать. А что мы не любим делать? Читать документацию. Все правильно. И самое главное, что нам дает Spring как разработчик. Он дает нам инверсию контроля. И вот в случае, если мы подключаем наши библиотеки, то стартеры это некоторое подобие инверсии контроля. Мы ее подключили, а она снимает с нас какую-то сложность или необходимость читать документацию. Ну, то есть, например, кто вообще использует автовайр это Наташка у себя в приложении. Окей, а кому эта Наташка очень нравится? Ну, отлично. Она внедряет зависимости. Она, скажем так, реализует какую-то инверсию контроля. То есть, вы в тот момент, когда вешиваете вот этот автовайр, ну, или в новых версиях Spring 2 можете даже и не вешать, это через конструктор закидывать, вы в классе B можете даже не задумываться, как вообще класс A инициализируется. Вы просто берете и привязываете его к себе. Ну, то есть, вы получаете его из контекста. И ровно то же самое с библиотеками и со стартерами. Вам не хочется задумываться, каким образом должна быть сконфигурирована и инициализирована эта библиотека. Вам хочется просто взять и подключить ее, чтобы она заработала. И тут нет никакой магии. Это просто желание выкинуть какую-то сложность в какую-то стороннюю систему, проанализировав ее единожды. То есть, вы один раз захотели написать какой-то CXF стартер, вы в этом во всем разобрались, написали, вынесли все. Больше про это никто никогда не задумывается. Ну, до тех пор, пока либо новую версию не начнете выпускать, либо там бага не найдется. Я бы даже назвал это не желанием, а не желанием читать документацию. Но не суть. Это на самом деле инверсия контроля для зависимости, для компонентов спринга в нашем случае. Такая вот простая мысль, казалось бы, но не всегда ее просто достичь. Для этого вот сейчас есть такой простой инструмент, как стартеры, которые при умении можно легко распространять в вашей компании. И благодаря этому вы можете легко выносить различные куски кода, которые раньше было затруднительно вынести, потому что они как-то аффектили на жизненный цикл приложения. Из вашего приложения в стартер. И он уже становится не таким толстым. Ну, если у вас все еще осталась мысль конфигуровать стартеры внутри, ну, на самом деле, со стороны любого человека, который приходит в ваш код, это выглядит примерно так. То есть, как бы, сложность вроде как вынесли, но кусок от нее оставили. То есть, что-то постороннее примотали к своей системе скотчем, и оно вроде как работает. А вот это постороннее не хочется видеть. Поэтому, какой из этого вывода следует? Вывод следует такой, что иногда сложность конфигурации определенных библиотек может быть вообще сопоставима со сложностью самой библиотеки. Ее тоже надо выносить. То есть, не надо останавливаться на полпути, надо выносить всю сложность из своего сервиса, чтобы ее там даже не видеть. Ну и, да, даешь инверсию контроля для компонентов спинга, а не только для своих бинов. Все мы любим инверсию контроля как разработчики, так почему бы не пользуются этим преимуществом еще и на уровне наших зависимостей. Умным сервисом, как говорится, умные библиотеки, и эти умные библиотеки нам позволяют как раз делать спринг. Но, есть один нюанс, да, у нас есть такая бонусная секция, предположим, мы с вами наделали кучу стартеров, зафигачили там дофига различных бинов, еще чего-то. И тут бах-бах, приложение, говорят, долго стало стартовать. Потому что что? Помните, мы с вами говорили искать по класс-пассу все классы с аннотацией веб-сервис. А что для этого нужно сделать? Для этого на самом деле нужно пройтись по всему класс-пассу и в каждом классе посмотреть, есть ли там аннотация веб-сервис по факту. Ну там с некоторыми нюансами. Так вот, спринг 5 говорит, что жизнь может быть еще лучше. И есть такая штука, как спринг-контекст-индексер, которая позволяет вам с помощью аннотейшн-процессора, кто знает, что такое аннотейшн-процессор? Так, есть люди, которые не знают. Ну ладно. Так вот, в Java есть специальный такой, скажем так, подвид логики, который называют апс, аннотейшн-процессор, который работает на этапе компиляции. То есть вы можете сказать, на этапе компиляции найди мне все классы, которые промечены аннотацией веб-сервис и запихай их в индекс. Файл, например, который потом в рантайме можете считывать так же, как, например, считывается Spring Factor или еще что-то и иметь, скажем так, индекс для поиска конкретных классов по конкретным аннотациям и отвечать на вопрос дай мне все классы, которые промечены аннотацией веб-сервис одним запросом, а не множеством, ходя по всем классам. И Spring это активно юзает, составляя вот такой файл, который называется Spring Components, активно, Spring 5. Кстати, у кого какие идеи, на что вообще этот файлик похож? Ну, у нас раньше на слайдах никто раньше такую конструкцию не видел? Ну, блин, но это похоже на тот самый файлик Factories, который был в стартере. То есть, ровно то же самое. Просто какой-то созданный индекс, по которому можно быстро что-то загружать. Ну, либо в случае стартера знать входную точку, либо в случае этого индексера как раз ускорить загрузку из-за того, что вы класс-пас не будете сканировать. Принцип один и тот же. Так, ладно, это на самом деле была бонусная секция. Перейдем, в общем-то, к выводам по этой части перед тем, как пойти к более концептуальной части. Ну, выводы тут простые. Spring Boot это не магия, это скрытые возможности. Вы сами видели, что сам по себе Spring Boot стартер, он на самом деле состоит из трех простых принципов, и там ничего суперсложного нет. Там нет никакой супермагии, а стартер будет настолько умным, насколько умным вы его сделаете. То есть, ну, как бы, не надо его бояться. Стартеры создавать не грешно. Ничего лишнего в вашем приложении тоже не будет грузиться, если вы будете подключать те стартеры, которые вам нужны. То есть, даже если вы используете Spring Boot Auto Configure, а его чаще всего все используют, то за счет вот этих аннотаций Condition On ненужные автоконфигурации будут отсекаться в момент поднятия контекста, и опять же, в ваш контекст ничего лишнего не попадет. Ну, и мы вот по ходу презентации, ну, и вообще по ходу, скажем так, разработки нашей компании, мы пытались сложность из наших сервисов всячески изгонять, то есть, мы вытаскивали это в библиотеки, потом куски конфигурирования этих библиотек оставались в сервисе, мы вытаскивали конфигурирование этих библиотек, стартеры, то есть, ну, по максимуму выносили всю эту сложность и своих сервисов. Выносили, выносили, и все вроде как стало проще, но... Тут есть нюансы, да, как только мы худели в одном месте, мы толстели в другом месте, но, как говорится, не этого мы хотели. Вот вопрос в том, что наделали мы стартеров, да, а в каком же месте мы потолстели, а на самом деле потолстели мы в том же самом месте, например, что и потолстел Spring Boot AutoConfigure. Мы же подключаем Spring, и у него уже есть вот этот жирный суперстартер, в котором есть все-все-все. Давайте разберемся, в чем вот разница и какая здесь есть концептуальная проблема. Ну, и почему, например, в Spring вот этот модуль автоконфигурации написали так, но при этом в официальной документации рекомендуют писать стартеры по-другому. То есть, если вы посмотрите на какие-нибудь известные стартеры, часто будет стартер-технология, но Spring AutoConfigure не такой. В нем все технологии в одном стартере. Сделано это для того, чтобы сравнить два подхода. Первый подход. Мы в зависимости пишем технологию, то есть, мы импортим JARNIC с Hazelcast, например, и импортим JARNIC с Hazelcast стартером, как пример. Ну, и помимо этого у нас в Gradle там еще какая-то сотня строчек есть, которые различные там код-камериш прям, первое, делает. И второй подход, когда мы подключаем один, когда у нас уже подключен вот этот Spring Boot AutoConfigure, а он всегда подключен, потому что его подключил Spring. И мы просто подключаем Hazelcast, и он автоматически работает. Вот путь справа, это путь, по которому пошел Spring. Он хочет, чтобы вы подключали технологию, и она сразу работала. поэтому все стандартные стартеры, они вот в этот большой JARNIC складываются для того, чтобы вы не думали о том, какой стартер вам нужно подключить. Вы просто подключаете Hazelcast, и он настраивается, он работает. Вы просто подключаете, условно, Redis, и он настраивается, он работает. Ну, и так далее. И это два, в принципе, не то, чтобы взаимозаменяемых, но оба пути верные, да, можно идти. Нужно, как бы, смотреть на свои условия. Вот, мы, соответственно, нашли для себя какую-то золотую середину, поняли в один момент, что мы сначала толстели, 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 потом похудели, а потом снова потолстели, а потолстели где? Потолстели вот как раз в месте, где мы конфигурируем наши зависимости. Помним, да, что мы говорили про вот этот замечательный мир с единорогами, в котором у нас есть Inversion of Control для наших зависимостей, скажем так. Но, когда их становится много, мы все равно уже должны знать, какие зависимости подключать. Подключать технологию, где к ней стартер, какая к ней еще зависимость нужна, ну и так далее. Это довольно сложная логика, и люди начали копипастить вместо XML-а Gradle скрипты. Ну, как говорится, не к этому. Мы шли, просто люди сменились, которые копипастят. Тем не менее, с зависимостью тоже была проблема, потому что их сложно обновлять. Мы же все любим микросервисы, да, кто, скажем так, в компании, в кого компания болеет микросервисами? Отлично. Вот мы тоже, мы тоже переболели микросервисами, поэтому нам пришлось искать путь решения тех проблем, которые мы ими создали. Ну, просто для примера, вот у вас есть, например, сотни микросервисов, и вы хотите написать какой-то стартер, скажем так, инфраструктурный, который ведет какой-то общий подход в ваш микросервис. То есть, ну, например, что-то, что начнет стримить из вашего микросервиса метриками в кавку, или что-то, что начнет писать логи в каком-то определенном формате, или чтобы у всех микросервисов отросла какая-то пишка, там, инфо, через которую можно посмотреть, из какого коммита было собрано, ну, то есть какую-то мета информацию об этом сервисе. То есть, ну, хочется добавить какое-то общее поведение. Это добавляется в какой-то один сервис, во второй, в третий, разработчики, они люди ленивые в том смысле, что, ну, блин, кто пойдет обновлять версию стартера, который где-то там обновился, если и так все вроде как нормально работает? Никто не пойдет. Поэтому через какой-то момент у нас в системе начинают работать разные версии стартеров в различных микросервисах. И мы понимаем, что у нас система ведет себя вот не так, как мы вот стремились как-то по общему поведению, а в разнобой, просто потому, что версии стартеров различаются. И у нас все сервисы вроде как одинаковые, но чуть-чуть отличаются каждый от каждого. И в этот момент самый ответственный человек берет и пишет сетскрипт, который проходится по всем сотням репозиториям ваших микросервисов и что-то меняет, короче, да? Потом все это пересобирает, ваш Jenkins пыхтит, это все дело пересобирает, ну и дай бог оно задеплоится. Да, и полсотни сервисов все ломается. Да, и по пути еще какое-то количество ломается и радостно, короче, сейчас все починим. Это как бы реалии микросервисов, да, порой сложно носить изменения, поэтому нужно придумать для себя механизм, как контролировать все это, где можно чуть-чуть как бы потолстеть за счет того, что все-таки мы придем к общему меньшему весу, скажем так. Итак, это управление зависимостями. Как я уже говорил, у нас довольно как-то плотно вонзился Gradle, у нас есть большие разведчатые скрипты во всех проектах и мы решили, почему бы не убить двух зайцев одним инструментом, да? Мы упаковали всю эту логику по настройке там ковериджи и всего-всего-всего, в плагин и также туда упаковали настройку зависимости. Таким образом, наш плагин, который мы аптейтили, вот этот самый нижний, awesome-плагин, то есть мы все остальные убираем, апплаем только awesome-плагин или даже не awesome, делаем новый супер-плагин, в котором все-все-все и правим плагин all, и его мы используем всегда последнюю версию, патч-версию. С одной стороны, это такой bad practice, с другой стороны, если вы хотите контролировать сразу большую часть большого количества сервисов, у вас есть люди, которые этот плагин поддерживают и знают сайд-эффекты, это неплохой путь. То есть мы выпускаем апдейт минорной версии, патч-версии этого плагина, и он быстро разлетается по всем сервисам, все, что нужно сделать, это просто их пересобрать. Ну, без кошель. А, кстати, вопрос. Ну, смотри, мы плагин написали, а почему нельзя было обойтись каким-нибудь бомником? Кто у себя вообще в компании практикует бом? Ну, это какие-то списки зависимостей. Один человек, два человека. Ну, окей, на самом деле, в принципе, можно было бы обойтись бомником, но вот мы там где показывали, ой, где же оно там было? О, вот где-то здесь. Там на самом деле не только зависимости, то есть там где-то внизу, там еще какие-то дополнительные таски, которые там контролируют код каверидж, расставляют какие-то метки по нашим артефактам. Ну, у нас, то есть, достаточно большое количество логики какой-то, которая в момент сборки там еще что-то выполняет. И мы это тоже хотим распространять по нашим сервисам, чтобы они еще собирались унифицированно каким-то образом, чтобы тоже какое-то поведение туда добавлялось. Поэтому кредловые плагины. Поэтому мы пошли по этому пути и стали, соответственно, управлять зависимостями через кредл плагины, и таким образом можно отращивать различную функциональность. Есть команда, которая способна, собственно, влиять на большое количество сервисов одной зависимостью, например. И это проблема масштаба, когда у вас сотни микросервисов, сотни разных репозиториев, а у нас репозиториев сейчас больше пяти тысяч, и не всегда просто с ними управиться. То есть, так нам, скажем так, стартеры вписываются в наш ландшафт, и такой импакт они несут в нашей инфраструктуре. Начиная с начала разработки, когда мы пишем эти стартеры, заканчивая тем, как мы эти стартеры добавляем в наш проект. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Возможно, кто-то даже вынес для себя вещи, которые будет внедрять. Поэтому спасибо. У нас есть время на вопросы, целых, по-моему, 10 минут. А за хорошие вопросы у нас даже есть стикеры. Вот так вот. Давайте. Кто хочет забрать вопрос? И кто не хочет знать? Всем все понятно? О, я вижу, кто-то есть смелый. Спасибо за доклад. Расскажите, пожалуйста, как у вас происходит, когда к вам в команду приходит новый человек? Как вы ему говорите, вот подключить вот этот плагин, и все будет хорошо? Или… Я понял. Ну, сейчас на самом деле… Мы даже дальше пошли. Да, мы пошли дальше. Тут только часть картины рассказана. Но понятно, что не все еще живутся на абсолютно новых схемах и используют все новые практики. Фу. Подход такой. Когда приходит новый человек в команде, наверное, ему хочется быстрее получать результат и перформить. Поэтому для него есть определенные шаблоны, по которым он через автоматизированную систему может себе развернуть этот сервис. То есть он говорит, я создаю API-шку, мне нужен шаблон. Выбирает из списка шаблонов, и ему в гите создается репозиторий в конкретном проекте. У нас там Bitbucket используется. То есть в Bitbucket в каком-то проекте заводится репозиторий. В этот репозиторий ему автоматически генерируется pull request со всем начальным кодом какого-то темплейта, какой-то версии, которую он выбрал. И в нем, соответственно, есть для него быстрый старт. В нем применен как раз вот этот плагин, который все делает за него, через который потом можно будет влиять. В принципе, в его силах, конечно, просто взять, убрать этот плагин и сделать, как ему нравится. Мы этому не препятствуем. Но тогда он и не получит определенного сервиса. Если у него что-то не заработает, то люди дойдут разбираться, почему у него не заработало, увидят, что этого плагина нет, а ту работу, которую он делал, скажем так, тайно для этого человека, он не сделал. Например, не заполнил мета-информацию по бинарному артефакту, который производится в результате сборки. И все, все разорвало. То есть его ударят по голове, применят плагин отдельно или заставят сделать то же самое, но руками. Ну, проще, конечно, применить плагин. Зачем? Он на самом деле сам помучается, помучается, попытается все это состыковать, потратит, не знаю, час-два времени, потом узнает, что мы на самом деле этот час-два времени потратили до него, поэтому, собственно, все это построили, выстроили и пойдет это использовать. Ну, просто потому, что это легче, потому что это позволит легче войти в разработку. А вот в дальнейшем потом он начнет в этом уже разбираться просто для того, чтобы выпускать новые какие-то шаблоны, чтобы самому кастомизировать, выпускать вот эти новые плагины, которые добавляют какое-то поведение, ну, или стартеры. То есть, ну, поэтапное развитие получается. Да, просто нам тоже интересно создавать какие-то общие точки контрибьюта, потому что команд со временем становится больше, сервисов больше, всем этим управлять сложно, поэтому мы вот создаем такие споты, которые люди могут контрибьютить, и все, скажем так, проекты, все сервисы начинают получать лучшее от других. При этом мы это как-то умеем контролировать, да, пол-реквеста в конце концов. Спасибо за вопрос, так, я обещал наклейки. Так, а пока есть следующий вопрос. Ребят, руки, руки. Так, наклейка, нормально делай, нормально будет, отлично, держи. Здравствуйте, я всегда задаю уклад, меня зовут Васильев Петр. Я хотел спросить, а вы не пробовали Spring Boot Auto Configuretor у себя выключить? Выключить? Да. Spring Boot Auto Configuretor выключить нельзя, потому что Spring Boot Auto Configuretor, если ты говоришь про зависимость, отключить ее? А, ну, ничего хорошего, это, в общем-то, не грозит на самом деле. И создавать сервисы на уровне main файла. сервисы на уровне main файла. Так, хорошо, а зачем вам даст Spring Boot? Так убрать его. Ну, так вы используете Spring? Так нет, а зависимости нужно подключать на уровне импортов. Импортов куда? Ну, в вашей точке входа в приложение. Что-что? Вот у вас есть… Без микрофона. Нет, на записи не будет. У вас есть main файлы в приложении, один микросервис, это, по сути, main файл какой-то. Если вам нужны какие-то сервисы в нем, контроллеры или еще что-то, вы можете через атрибут импорт подключить нужные сервисы. Я понял. То есть ты предлагаешь условно убирать вообще автоматическое сканирование всех пэкеджей и писать эти классы где-то, а потом через импорт их туда запихивать. Подключать сервисы на уровне конфига. А весь код хранить в общем горе. Так, отлично. Как Максим и говорил, мы не хотим ничего никуда подключать. Мы хотим, чтобы оно все подключалось автоматически. Делать так для бизнес-логики – это вообще антипаттерн, потому что бизнес-логика у всех разная, шарить ее плохо – это раз. Делать так для инфраструктурного кода – норм, но тогда в каждом сервисе, в каждом божьем сервисе нам придется писать импорт health check controller, например, чтобы отрастал health check. Ну, а сейчас у вас все это через Gradle делается? Все так, но это учитывает жизненный цикл. И через Gradle мы просто оплавим плагины, и команда управляет версиями инфраструктурных зависимостей. На уровне груви кода? Нет. Плагины-то вы на чем пишете? На Java. Ну и подключаете их, да, но вы их пишете для каждого по сути. Сейчас у вас гигантский конфиг получается для каждого сервиса градуский. Вы его немного уменьшили за счет плагинов? Да, мы его разбили на несколько плагинов и, получается, разнесли по ним. Ну да. Да. Но вы бы могли прямо в приложении хранить эту логику и руками подключать импорт. Я же говорю, мы не хотим руками подключать. То есть наша задача в том, что… Нет, сейчас у тебя, гляди-ка, ты думаешь, что ты подключишь, их будет много. Но на самом деле у тебя есть какой-нибудь сервис, допустим, оплаты. И у него будет конфиг оплаты, который включает все там репозитории оплаты, сервисы оплаты. Нет, у меня это не так. У нас есть микросервис оплаты. У него есть, внутри него, нам не нужно ничего подключать, то, что внутри него. Оно все в нем. То есть вся логика работы оплаты, она в нем. А вот все, что сверху, discovery, конфигурация, переопределение конфигурации, настройки Джексона для того, чтобы ходить в конфигурации, оно для его конфигурации. Настройки Эврики для того, чтобы ходить в Эврику, регистрироваться с нужными параметрами, фильтровать другие сервисы и так далее. Все это пролетает извне. И более того, это всего лишь вершина айсберга, потому что там еще есть настройки, какие метрики экспортировать, в каком виде, в каком формате, куда, очередь, не очередь, как это потом агрегировать, как это экспортировать, с какой частотой и так далее. Все это конфигурируется в стартере. Ну, то есть все инфраструктурно в стартере. Да, это инфраструктурные стартеры. Мы настраиваем только инфраструктурные стартеры. Все, что относится к логике приложения, оно в приложении. Мы это не трогаем. Это задача человека, который разрабатывает сервис. Ну, мы с вами говорим об одних вещах, но просто не понимаем друг друга. Возможно, я, видимо, еще не понял. Ну, надеюсь, на вопрос ты как-то ответил, нет? Да, я могу показать потом. Ну, давай потом в этой зоне. Спасибо. Дискуссионные зоны потом еще туда обсудим. Давайте еще вопрос быстро, я уверен, мы справимся, он человек очень хочет. Вопрос быстрый про время. Сколько времени требуется начальному разработчику, ну, который, допустим, на Spring Boot год пописал, сколько ему требуется для того, чтобы из того артефакта, который у него сейчас есть, уже и в маме не лежит, сделать стартер? Ну, чтобы не из всего артефакта, чтобы из него какую-то логику вытащить в стартер? Ну, то есть мы не все вытаскиваем, мы какой-то кусочек. Ну, кажется, вот по тем трем пунктам это, там, не знаю, дело одного дня максимум, а то и несколько часов. Во-первых, сильно зависит от человека, во-вторых, сильно зависит от сложности логики. Вот то, что мы говорили про секс F-стартер, было запилено за один день, потом какие-то баги, расширения, потом люди туда контрибьютили, какие-то изменения, им нужны были интерсепторы, настройки логирования и так далее, и так далее. Оно, конечно, в процессе времени модифицируется, но сама основа была сделана буквально меньше, чем за один день. Ну и, кстати, на самом деле, это зависит не от сложности того, как, например, писать стартер, а от сложности того, что у вас в стартере содержится. То есть, если вы, например, собираетесь с секс F-ом работать, вам надо разобраться, как там с секс F-ом все это подружить. Там с Discovery, это надо влезть в Spring Cloud, посмотреть исходники, посмотреть доку и понять, какими классами там порулить все это. То есть, это не сложность механики стартера, а сложность логики конкретного стартера. То есть, ну, если он простой, то это вообще там час. Все? Ну, на самом деле, тут вопросы начали появляться еще. Ну, да, мы сможем ответить на них в дискуссионной зоне, насколько я понимаю, да? Да, номер два. Отлично. Дискуссионная зона номер два. Да. Наклейки еще остались. Все знают, где это. Наклейки еще остались, так как человек, который задавал последний вопрос, потом подходи, я тебе наклеечку. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...